так теперь видос для тех кому стирка ремней не помогла сейчас будем смотреть как же натянуть пружину на этом ремне как я уже показывал сам механизм вот с этой стороны у нас пружина вытяжная натяжная как в часах примерно и естественно со временем эта пружина растягивается становится слабо и ремень до конца не заходит вот ее нужно натягивать с другой стороны механизм у нас шариком плюс еще есть такой механизм вот здесь вот защелочка идет которая при полном разматывании ремня фиксирует его то есть вы полностью его не размотаете там пол витка примерно еще на барабане будет сейчас продемонстрирую смотрите мы сейчас его размотали полностью вот его размотали как видим там фиксатор и пол витка у нас есть теперь смотрите спрашивали как заменить полотно ремня размотали полностью зафиксировали отверткой вот здесь в это отверстие сорвалось нам очень другое ну вот кстати слышали щелчки это как раз таки фиксатор сейчас еще раз попробую первая попытка неудачно было так чем-нибудь фиксируем зафиксировали вот теперь ремень чуть-чуть вниз спускаем и вытаскиваем вот отсюда его вот он наш ремень вышел здесь стопор стоит вытаскиваем вот этот стопор вот он теперь ремень можно вытащить в общем вниз его вытаскиваете без проблем меняете там кстати можно таким образом вот эти штуки снять все которые на нем металлические висят и заменить само полотно ремня вот но нам это не нужно я просто показал как это при необходимости сделать можно сейчас волнует другой вопрос как нам натянуть пружину так вот есть некоторые трудности со съемом механизма потому что когда вы его снимите у вас может пружина вылететь все размотаться и это будет боль обратно эту пружину натягивать она конечно можно но крайне сложно и неудобно поэтому что мы сделаем нам нужно будет вытащить ремень отсюда и несколько оборотов вот этому вот барабана сделать то есть там три или четыре оборота намотать еще чтобы пружина натянулась а потом опять вставить ремень туда и зафиксировать его так вот вот этот механизм разобрать проще здесь нету пружины то есть мы натянули как видим у нас здесь фиксирует натяжку барабана нашего вот этот вот рычажок нам нужно будет разобрать просто вот эту часть механизма вытащить фиксирующий вот этот штык штекер который там не знаю как он щуп называется или хрен его знает и тогда у нас разблокируется механизм можно будет еще несколько оборотов сделать соответственно вот по пружине если технологически как это на заводе делают видите вот есть отверстие для щупа можно в принципе вставить в это отверстие иголочку зафиксировать это все дело иголочкой там попасть там есть такое этот отверстие сейчас продемонстрирую немножко неудобно если вот крутить допустим каком-то из положений открывается отверстие вот я в отверстие попал видите ремень обратно не стягивается то есть мы зафиксировали пружину иголкой теперь в принципе можно снять вот здесь шпильки раз два и там третья вон она вот эти шпильки мы вытаскиваем и вот этот блок можно вытащить но опять же если мы его вытащим как мы будем натягивать пружину опять все разбирать и делать несколько оборотов короче это крайне неудобно поэтому вариант разбора с этой стороны он более такой щадящий мозг скажем так вот ну здесь тоже держится на 3 шпильках вот раз два три также их вытаскиваем вниз вот с этой стороны они вытаскиваются и механизм можно точнее крышечку механизм можно снять вытащить там шарик фиксирующий эти все вещи давайте попробуем чё как говорится лучше один раз показать чем сто раз рассказать вот такие вот штырьки их три штуки вытащили теперь крышечку можно аккуратно поддеть вот мы открыли крышку механизма так как видим вот здесь шестеренки всякая хрень это дело лучше как говорится не снимать и как видим нам мешает вот этот механизм который сработал если мы его то двинем мы можем еще принципе натяжку сделать ремня вытаскиваем нашу иголочку и еще вытаскиваем ремень полностью разматываем короче вот теперь кремень у нас размотался полностью я могу еще крутануть барабан в принципе теперь нам нужно ремень этот вытащить удобно было так сделаем и зафиксируем зафиксируем все зафиксировали вытаскиваем ремень отметьте главное себе где-нибудь чтобы допустим ремень потом ну наоборот обратно не поставить. Вот он вот так вот должен стоять, где-нибудь зафиксировать. Так, вытаскиваем его, естественно. Вот я его вытащил. И теперь нам нужно натянуть несколько оборотов барабан. Берём его и крутим, натягиваем пружину. В принципе, несколько оборотов достаточно будет. Раз оборот. Он как раз на один оборот и проворачивается. Ну вот, один оборот сделали. Теперь засовываем обратно ремень. Так же, как он был через отверстие. И туда. Вытаскиваем с этой стороны. Опять фиксируем отверткой, чтобы он никуда не убежал. Засовываем втулку вот эту и обратно затаскиваем ремень назад. И можно, в принципе, собирать. Как было. Там шестерёнка, её нужно попасть просто. В паз. Вот так вот. Попали. Вот так вот. Теперь запихиваем обратно шпильки. И вот так вот. Попали. Два. Это неудобно. Чуть-чуть. Два. Три. Все. Теперь расфиксируем наш ремень. Он теперь у нас натянут. И заматываем обратно. Все полностью смотался. Примерно вот так это можно сделать не разбирая пружину. И тем не менее натянув ее. И сейчас у нас ремень работает как положено. И полностью сматывается. Механизм рабочий. Вот такие дела. Также это делается и с передними ремнями. Там точно такой же механизм. И с задними ремнями. Все просто. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok